Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Смучим вместе 13 лет, двое детей, у нас ипотека, большая квартира, в целом сносные отношения. Но я склоняюсь больше к разводу. Дело в том, что есть его обесценивание моих дел для семьи и дома, всегда найдет к чему придраться. Бесконечный контроль того, где я и что делаю. Рядом с ним я чувствую дискомфорт, словно постоянно пытается меня обвинить. Мне нравится, что есть ощущение его деградации. Он полтора года работает удаленно, хотя можно ездить на работу. Почти каждый вечер пьет пиво и отращивает большой живот. 35 килограмм с момента свадьбы. Я тоже работаю удаленно, и вот у него такая работа, что он полный играет на комбе, и еще по три раза на день предстоит ко мне с сексом. Я его совсем не хочу, уже давно. Более того, мне неприятно его прикосновение. Если я отказываюсь, он крутится вокруг меня и практически заставляет заняться сексом. Если я все же говорю, нет, он истерит, подрывается на всех, в том числе на детей, треплет мне нервы. Я говорил ему, что хочу развод, он говорит, хочешь, уходи, но мне некуда, моя зарплата не позволит мне снимать квартиру и задержать своих детей. Двоих детей. Он не воспринимает серьезно мои слова о разводе, делает вид, что это вредничаешь. Я все же думаю развестись, но как жить дальше, в одной квартире после развода. Меня пугает неизвестное будущее, как эти дети это все воспримут, но я не готова больше так жить. Смотрите, он аноним. В первую очередь, конечно, вам, я думаю, вы совершенно очевидны, что вы противоречите сами себе. То есть хочу развестись, но как бы уходить мне некуда. А в этой ситуации, в такой вот ситуации, естественно, ваши слова сложно воспринимать серьезно, потому что вы о чем-то заявляете, да, вот. То есть вы говорите, вот, ну, там, хочу уйти, вот, но не уходите. И поэтому ваши слова не воспринимают серьезно. Поэтому вам бы здесь как-то определиться в своей позиции. Вот, в первую очередь выработать ее, да, выработать вот свою конкретную позицию, с которой бы вы уже по ходу дела сталкивали бы, например, ну, других людей, то есть в том числе, вот, например, вашего мужа, да, допустим. А то вот сейчас получается вот такая история несколько невыгодная, невыгодная несколько для вас, так скажем. Вот, 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 как бы это первое. Второе. По части того, что касается обесценивания, того, что вы делаете по дому. По части этого. Мне кажется, что вряд ли человек совсем откровенно будет обесценивать, так скажем, ваши усилия по дому, например, нет, коль вы сами не демонстрировали для него возможность следовать это делать. Вот. То есть ваш муж, он почему-то пришел к тому, чтобы обесценивать то, что вы делаете потом. Ну, а само собой, что у этого есть история, да, само собой, что у этого есть история. И надо как-то бы вот, ну, более, более, так скажем, подробно вашу историю изучить, потому что пока не есть ни все тонкости и все нюансы, вот, вашей ситуации. Но я думаю, что как-то вот вы себя в этой ситуации преподносите вот с такой позиции, да, что как-то вот вы как будто сами не очень, не очень, ну, сами не очень как будто бы цените вот то, как будто бы сами вы не слишком, ну, не знаю, счастливы, счастливы в этом, вот. И вам нужно, нужно еще одобрение вашего мужа, вот. Знаете, то здесь вы как-то вот по ощущениям своим получается, что себя предаете, вот. Потому что вот как-то чувствуете некоторое истощение, да, когда занимаетесь делами подобных, и вам требуется одобрение мужа, но ответственность за это истощение вы перекладываете на него, а не на себя, вот. И если бы все взвалили на себя, это довольно неплохо могло бы объяснить, почему ваш муж, вот, ведет себя себя так, как он ведет, да. То есть, ну, по факту, там, ленится, например, ну, довольно пассивный и так далее, то есть это связано с тем, что у него нет ощущения ответственности, вот. Вот. У него нет ощущения, что он застет ответственности, там, и что вы ответственны за все, получается. Вот. И, как бы, так складываются отношения, что вы многие вещи берете на себя, вот. Судя по тому, что вы, вот, в данном конкретном случае описываете. Вот. Поэтому здесь важно выявить ваши отношения к домашним делам, вот. И поработать с дифференцированием того, что вам делать хочется, и того, что вам делать не хочется. То есть, по факту, это работа с личными границами, вот. Сложно она тем, бывает она сложна тем, что приходится отказываться, отказываться от некоторых вещей. Например, отказываться, там, от помощи детям, да, от того, чтобы делать что-то для них. Это немного сложно. Вот. Но, тем не менее, иногда для того, чтобы почувствовать свою ценность, это в высшей степени важная история. Вот. Значит. Вы пишите. Дело в том, что если вы обесценивали моих дел до семьи и дома, тогда найдете чему придраться. Да. Вот с чего это началось, когда это началось и на основе чего? Я бы, в целом, нахарактеризовал ваши отношения, как отношения недоверительные. То есть, придирки к вам на контроль, это недоверие. И да, может быть, мы еще не уверен в себе, но он, скорее всего, таким был всегда. Поэтому это вопрос доверия, это вопрос коммуникации, вопрос понимания. Вот. Значит, соответственно, в какой-то момент муж увидел, что может вас обесценивать. И вы как-то его подкрепили в этом. Подкрепили его, ну, поведение. Каким образом? Дальше. Рядом с ним я чувствую дискомфорт, словно постоянно пытается меня обвинить. Вот это интересно. Вы чувствуете дискомфорт, словно он пытается вас обвинить. Но у него, он не просто пытается вас обвинить, а у него, скорее всего, получается это сделать. У него получается вас обвинить, то есть вы чувствуете, что в чем-то виноват, судя по всему. И если это так, то очень важно увидеть, что не муж вас обвиняет в чем-то, хотя он, безусловно, не безусловно это делает. Но вы сами изначально уже считаете, получается, что что-то делаете не так. Вы сами изначально допускаете такую историю, что что-то вы делаете неправильно, что вы неправы в чем-то. Вы понимаете, в какой момент. И вот именно на этот аспект ваш муж давит. Он чувствует, что вы сомневаетесь в правильности, ну, в правильности того, что делаете. И подтверждает вам это. И подтверждает вам это. Для чего? Чтобы самоутвердиться за ваш счет. И чтобы вас подчинить, потому что не уверен в себя. То есть, иными словами, вы, будучи неуверенны в себе и, ну, допустим, тревожны, пытаетесь справиться с этим через поддержку и одобрение мужа. И, соответственно, развод с ним, то есть, бегство, избегание дискомфортной ситуации. А муж, те же самые проблемы, ну, по крайней мере, внешне, пытается решить за счет подчинения и контроля. Ну, правда в том, что, правда в том, что ни то, ни другое не получает. Правда в том, что ни тот, ни другой вариант, да, не помогает. Потому что неуверенность, она в любом случае остается. Вот. Чтобы, ну, чтобы вот с этим ты не делал. Понимаете, да? Дальше. Не нравится, что есть ощущение его деградации, он до полтора года работает удаленно. Понимаете? Вы правы. Правы в том, что всегда, вот, в той, ну, вот, в той или иной степени, да, неприятно видеть, как вам, условно говоря, когда свой близкий, да, человек деградирует, например. Это правда. Это правда. Ну, а есть одно но. Дело в том, что можно просто не принимать какое-то поведение, ну, какое-то поведение человека. Вот. Можно просто не принимать, ну, просто не принимать какое-то поведение человека. Просто говорить, говорить о том, что оно, это поведение, для меня, оно, как бы, вот, ну, неприемлемо. А можно, помимо этого, да, помимо этого, можно еще и на это достаточно болезненно реагировать. Понимаете, какая штука? И вот вы, судя по тому, что описываете, как раз-таки болезненно реагируете на то, что он вот деградирует. В, именно, что болезненно. И ваша задача увидеть, что для вас в этом, именно, вот, болезненно. Вот. Постараться для себя это увидеть и, опять же, отграничить. Вот. Там их сейчас очень похоже, что с мужем вы находитесь вот в такой созависимой несколько структуре. Дальше. Значит. А-а-а-а. Полбора года работает удаленно, хотя нужно ездить на работу. А зачем ему ездить на работу? Постяка за вечер пьет пиво, обращает большой живот, плюс 35 кг в момент свадьбы. Смотрите, ваш муж не хочет быть мужчиной. Присходит с меня тогда, когда быть мужчиной не нужно. Вот вам и надо бы задать себе вопрос. А почему мужчина со мной перестаёт вести себя как мужчина? Что я такого делаю? Я тоже работаю удаленно. И вот у него такая работа, что он полдня играет на комбе, ещё по три дня бросает ко мне сексом. Здесь вопрос интимных отношений, да, всегда ли это было так, или это компенсация, чего-то здесь нужно разбираться. Я его совсем не хочу, уже давно. Это вопрос доверия, вопрос поведения, вопрос того, как вы об этом даёте человеку знать. Более того, мне неприятный облик с нами. То же самое. Если отказывается, он крутится, заставляет, ну так, значит, если я говорю, не отрывается на детей, и треплят мне нервы. Каким образом? То есть, понимаете, вы по факту просто жалуетесь на своего мужа. Но с своей стороны своего вклада, то, что происходит, вы как будто бы не видите. Вот. Вот вы говорите, да, если я говорю, нет, он срывается на всех. Ваш муж такой человек на данный момент, да? Но это же происходило не сразу. Вы 13 лет вместе. И как бы отношения складывались годами. И вам необходимо увидеть свой вклад. А сейчас вы чувствуете, что вся власть над вашей жизнью находится у, собственно, вашего мужа. Вот. А вы как бы ничем вообще не управляете, не владеете и так далее. Так, я говорил ему, что хочу развод. А толку? Ну, то есть, вы сказали, что хочу развод, а что дальше? Как вы этот развод будете реализовываться? Он говорит, хочешь, уходи, но мне некуда, моя зарплата не позволит мне снимать квартиру и задержать моих двоих детей. И как вы хотите развестись? Тогда, может быть, мне не смешно подумать о том, чтобы обрести финансовую независимость. Как бы. Вот. Он не воспринимает серьезно мои слова, делает вы что-то, ну что ты вредишь. А опять же, опять же, смотрите. Даже здесь вы хотите поддержку мужа, чтобы вас поддержали. Вот. То есть, вы не на себя опираетесь, на что конкретно я могу сделать, чтобы развестись. А на другого человека, что он должен мне воспринять мои слова всерьез и, возможно, даже помочь мне с ним развестись. Но поскольку развестись хотите вы, а не он, его все устраивает, то зачем вам ему помогать? Ой, зачем ему вам помогать? Простите. Вот. Дальше. Я все же думаю развестись супер. Но нужно пробовать, как вы будете это делать. Как жить дальше в одной квартире после развода? Я думаю, нужно здесь поработать с вашим эстраком. И что вас пугает, я думаю, что позиция здесь такая, что без кого-либо я не справлюсь. То есть вот у вас, вероятно, слишком высокие требования к себе. Вот. И на этих требованиях хорошо играет ваш муж, обесценивая вас. Потому что, как бы, обвинение работает на людей в том случае, когда они находятся в состоянии невозможности соответствовать своим требованиям. Вот. Меня пугает неизвестное будущее. Чем? Это недоверие себе. Вас пугает неизвестное будущее, потому что вы не привыкли опираться на себя. Вы не привыкли, как бы, брать личную ответственность, судя по всему. Как дети это воспримут, так как вы к этому относитесь. Так и воспримут дети. Так всегда было, если будет. Вот. Дети воспринимают все то, что происходит, так как их родители. Вот. Ну, я имею ввиду, маленькие дети. Кстати, понятно, что вы подростки уже способны на свое собственное отношение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Приятно. Продолжение следует... ... individual...